так в этом видео мы поговорим про то как создать сайт панели управления тайм-веб для этого перейдем в раздел сайты здесь мы видим с вами сразу же несколько пунктов мои сайты установка cms резервные копии безопасность сайтов ускоритель сайтов с этим мы с вами работать не будем да то есть это дополнительные услуги тайм-веба они особо не актуальны я бы сказал да они возможны и удобный но я не привык ими пользоваться в принципе им из моих клиентов никто ими не пользовался дату здесь за дополнительную оплату различные сканирования происходят у сканирования сайта нужны только в редких случаях да то есть на постоянке конечно это тоже полезно но есть различные плагины шаблоны ой шаблоны плагины расширения непосредственно в самих cms как можно этим пользоваться можно вручную проводить сканирование скачивать файлы и обвинять через различные антивирусы то есть способов много и я не вижу смысла переплачивать ускоритель сайтов это тоже слуга по ускорению вашего сайта но скажу так что любые ускорения сайта более-менее качественные правильно делаются непосредственно плагинами самой cms вручную там оптимизируются картинки и так далее и так далее то есть это больше кореньше внутренняя работают чем со стороны хостинга но видимо какие-то технологии у них есть видимо как пережимаются я вас крипты css стиле и так далее что позволяет сайту быстрее загружаться но это нужно будет дополнительно платить поэтому имейте ввиду и так возвращаемся вот к этим трем разделом первую очередь мы сейчас разберемся с раздела мои сайты заходим в него и здесь у нас по умолчанию создался сразу же наш сайт когда вы регистрируете хостинг у вас всегда есть основной сайт основной сайт и у него есть технической технический домен это наш логин . w1 точка ру мы здесь можем что делать как раз создать новый сайт управление файлами сайтов этому попадем файловый менеджер и шкала сколько у нас сайтов уже использована а то есть при клике мы можем увеличить там до 59 но соответственно и тариф у нас будет дорожать что мы здесь видим мы видим версию печки которые используются для конкретного сайта и чпи это программное обеспечение до на хостинге которая обрабатывает файлы вашего сайта не позволяет ему быть динамичным интерактивными работы с базами данных дальше а используется пейтон для обработки и http в общем апатч то есть это все серверные сказать технологии которые работают с вашим сайтом а мы можем удалить сайт просто стереть его и настроить и нажатие на зеленую шестеренку можно оставить какой-то с джума там не знал панкарт и так далее нужно знать технические требования этих движков их текущих версий например там а джума 3 работает там спички до не ниже 7 и 2 джума 5 уже работают на печки 82 то есть зависимости от того что вы будете устанавливать вам нужно здесь выбрать версию иначе вас может просто сайт не запуститься кодировка в основном это mtf8 мы не меняем и здесь есть вот такие настройки переадресации то есть это использование безопасного соединения сайта по http протоколу ты небезопасную до путь протокол да то есть он по умолчанию и https защищенный протокол но при для использования что тпс вам нужно сначала получите со своей сертификат то есть мы с вами его получим а потом вернемся сюда и включим эту настройку чтобы у нас был redirect когда люди заходят на сайт http сайт точка ру их бы автоматически перенаправляла на https потому что если у вас будет http браузер в частности google chrome будут ваш сайт отмечать как подозрительный и блокировать его то есть на уровне браузера уже будет блокировка и люди не смогут попасть к вам на сайт поэтому это очень важно настройки переадресации здесь тоже включаете эту настройку это чтобы у вас сайт перенаправлялся потому что есть вот еще старая вот этот на виновании доминов да там привыкли все 3w . сайт . ком сейчас это лишняя как бы штука ее можно не использовать спокойно работает сайт . ком но люди могут вводить 3w да и различные могут быть там сервисы которые там это 3w подставляют и у вас не будет открываться сайт его будет открываться сайт но это будет дубль то есть у вас будет по сути два сайта сайт . ком и 3w . сайт . ком понимаете да это очень плохо то есть дублей быть не должно также из http есть http сайт . ком и http сайт . ком и они оба открываются если их набирать напрямую это все разные сайты для поисковых систем то есть 4 одинаковых сайта какие-то три сайта поисковик просто заблокируют и выкинет из поиска а это могут быть сайты которые вы размещаете на визитках где-то там даете в рекламе и так далее то есть тут будет рандомно удалено из 3 ссылки из поиска и вы останетесь с каким-нибудь там http там 3w сайт . ком вот на хрен это вам надо да то есть вы должны корректно это все настроить поэтому эта настройка делается вот мв здесь но это мы еще с вами потом сделаем для корректного изображения сейчас мы здесь просто пока делаем обзорчик а на основном потом аккаунте я покажу вам как зарегистрировать хостинг и как все это настроить дальше мы видим здесь привязаны домены и под домен это здесь мы можем менять моменту если мы сейчас зарегистрируем новый домен примеру да вот купим домен он автоматически после покупки то можно выбрать конечно кому привязать какому сайту но если у вас сайт по факту один то купленный домен привяжется к основному сайту вот основной сайт мы привяжемся но можно будет потом отвязать домен и привязать то есть отвязка привязка доменов к сайтам происходит именно вот здесь если ты хочешь научиться создавать сайты, сформировать свою клиентскую базу и вырасти кратно в своем доходе, то у меня для тебя есть новость. Я создал клуб для веб-дизайнеров, в который выложил все свои обучающие программы по созданию сайтов, работе с клиентами и продаже. На текущий момент это больше 169 часов обучающего контента. Сейчас не нужно покупать доступ к каждому курсу в отдельности, просто вступаешь в клуб и получаешь безлимитный доступ к контенту. Все новые курсы будут выкладываться также в клуб. Не теряйте время, переходите по ссылке в описании и до встречи в клубе. У вас может быть несколько сайтов и могут быть там несколько доминов и здесь вы можете это делать, это менять. То есть сам сайт, по сути, вот что является сайтом в таймвейбе, это по сути папка. Папка файлового менеджера, это является сайтом в таймвейбе. Домен это имя сайта и вы должны их привязывать, чтобы переходя по домину. Например, домин, вот сайт, их тут много. Этот домин привязан к этому сайту и когда человек заходит по домину, он попадает на этот сайт. Не на этот, не на этот, не на этот, а вот именно на этот. И эта привязка делается вот здесь. У одного сайта может быть несколько доминов и по разным доминам он будет открываться один и тот же сайт. Тоже здесь это можно сделать. Ну, в редких исключениях, но это иногда надо. То есть это все делается вот в этой панели. Отлично. Давайте, что мы можем здесь сделать? Как создать новый сайт? Нажимаем создать и указываем имя директории. Имя директории это файловый менеджер. На русском языке не пробовал, но лучше сразу делать это все на латинице. Например, давайте назовем сайт, не знаю там как-нибудь. Просто сайт. Сайт. Сайт 2024 пускай так. Можно комментарий к нему также поставить, но обычно не делаю, но для урока. Нажимаем создать. Вот смотрите, создался второй сайт, но это основной у нас остался. Плюс версия PHP, да, то есть она может быть 8.1, может другая быть, но то есть вы должны контролировать этот процесс и потом, если что, поменять. Домины не привязаны. У нас доминов больше нет. То есть у нас сейчас здесь с вами один домен и все, больше нет домена. Можно создать еще технический домен. Технические домены, они бесплатные и их неограниченное количество. Вы можете их создавать и на них, в принципе, что-то разрабатывать, но потом как бы их можно удалять. Это делается в разделе мои домены. Мы до этого еще дойдем, сейчас не будем этим заниматься. И смотрите, создали сайт, мы можем создавать 10. Видите, у нас появилось уже 2 из 10. Также можем делать настройки здесь. Они у каждого сайта будут свои индивидуальные. Вот. После этого, когда мы это сделали, мы зайдем с вами сейчас в файловый менеджер. Либо вот здесь нажмем, либо вот здесь нажмем. Без разницы. Давайте не будем отсюда уходить, просто либо Ctrl зажмем и нажмем левой кнопкой мыши, либо правой кнопкой мыши открыть в новой вкладке. Так вот открываем и смотрим, что у нас получилось. Смотрите. Это файловый менеджер. Папка кэш, гнук пиджи, вот этот вот. Это служебные папки. Пашистри тоже служебный файл. А вот паблик html и сайт 2024 – это наши рабочие папки с нашими сайтами. Сайт, который основной по умолчанию. Его папка называется паблик html. Понимаете? Запоминайте. Это основная папка. Ее удалять нельзя. Этот сайт, он всегда существует. Но в нем вы можете создавать сайт без проблем. То есть вы можете сейчас вот эти файлы здесь удалить. Если мы сейчас подъем вот на этот сайт, у нас вот такая заглушечка. Это, собственно, и есть вот эти файлы. Если мы их сейчас удалим, у нас эти файлы пропадут. И сюда мы должны будем загрузить файлы нашего сайта. Вот поэтому, если у вас тариф просто год плюс, у вас только эта папка и будет. Вы только с ней будете работать. Новые сайты, если мы создаем, да? Мы с вами создали сайт 2024. Мы можем там создать еще, там, не знаю, там, сайт 2025. Создать, видите? Видите, создали сайт. Вот здесь сейчас создаться папка. Давайте мы обновим. Так, где здесь? Видите, сайт 2025. И эти папки, в них заходим. В них еще папка паблика html. То есть паблика html это именно рабочая директория для сайта. Заходим в нее, и в ней уже эти служебные файлы. Видите? Home, сайт 2024, паблика html. И тут файлы. Их потом удаляем и загружаем сюда движок. Вот так это работает. То есть парневой сайт имеет сразу же папку паблика html. Все дополнительные сайты создаются вот именно таким образом. Поэтому, когда вы создаете сайт, вы должны давать ему имя, которое вы поймете, что это за сайт. Ну, я зачастую это называю просто там сайт 2024.ru. То есть я сразу ему даю имя в виде домена. Видите? То есть сайт. Но это не тот домен, который вы будете покупать. Понимаете? Это просто имя. Имя директории. Не более. То есть просто для того, чтобы вы могли ориентироваться вот здесь. Видите? Сайт 2024. Все. Вот так создаются сайты. То есть сейчас у нас уже создано 4 сайта. То есть технический. Помните, я вам говорил про тарифы. Технический сайт. Это является единицей сайта. Поэтому тариф, где у вас один сайт, вы будете всегда только с одним сайтом, с одной директорией. Вам не даст создать дополнительный. А когда у вас тариф Optima+, например, то эти мужа создали 4 и можем спокойно с ними работать. Окей. Надеюсь, мы с этим разобрались. Если что-то забыл, я потом уточню в следующих уроках. А сейчас, в принципе, все. Давайте на этом остановимся. А в следующем уже уроке мы с вами перейдем к работе. И вот с этим разделом установка CMS я покажу, как автоматически устанавливать ту или иную CMS на Hosting TimeWeb.